друзья всем привет у меня сегодня большая радость мою корейскую закупку выпустила таможня и мои красавцы расписные корейские едут домой так что во вторник или среду я наверное получу посылку придет много-много красоты заказывала в этот раз в общем те растения которые в прошлый раз заказывала некоторые виды это суп коримбоза лау номер 30 такая бело-розовая с красной каемочкой многие просили но она быстро закончилась их по моему три головы всего было так потом что вот что сейчас вспомню джон дэниел по моему я заказывала вент тоже он пользовался можно сказать популярностью многие спрашивали о его наличии но к сожалению там было тоже несколько голов всего в этот раз тоже по моему четыре или пять голов я заказала так что уже точно они должны прийти потому что они уже едут из московской таможни ко мне в липецкую область также заказала лау лэнсис будет еще вот такая хиверия сейчас найду вот я покупала сама ее эту хиверию пол оливер вот она у меня не очень такая окрашенная а те которые едут сейчас и скорее они просто малиновые они ну просто реально малинового цвета красота необыкновенная поэтому я надеюсь тоже от своей добьюсь такого цвета яркого вот она была зелененькая сейчас но камера не снимает у нее вот на камеру красный оттенок на самом деле при взгляде обычным взглядом без камеры кончики у нее малиновые ну камера искажает здесь она такая неприглядная на самом деле даже не знаю как снять ну в общем никак не получится верьте мне на слово в общем такая тоже красота едет так потом что-то еще то я хотела вспомнить что мне едет новый вид заказала роза queen такая форме но похож на лавли роуз только размером больше и она розово-белого цвета с мощным налетом ну невероятная красота надеюсь надеюсь скоро их увижу ура так потом что заказала одну себе обязательно оставлю а вторую заказала ну просто повторялку кому-то может быть нужно будет их и верия ну какой-то гибрид полидонис называется полидонис мехико но где-то сейчас не знаю где моя полидонис вот моя полидонис не яркий они на камеру у той форма листа другая это кончики листьев очерчены просто каким-то бордовым цветом но тоже невероятно красотка даже не скажешь что это полидонис ой не могу пролезть я тут в тесноте но не в обиде отвлекусь немножко покажу всем как находятся мои растения за окном ну здесь стояли горшочки сейчас их обратно поставлю вот у меня такая железная полка на двух окнах вот там вон там мои цветочки стоят смотрите плохо видно отсюда вот и и здесь вот тут они у меня все стоят тут вот тут вот тут но это можно сказать маленькая часть основная часть зале и много не влезла еще на уличные полки поэтому они вынуждены находиться у меня в комнате так ладно отвлеклась кто ко мне еще едет едут пахифитумы такие миниатюрные два вида разных пахифитумов один сиреневый второй розовый тоже невероятно шикарные даже не вспомню сейчас всех колората по моему едет в общем около 30 видов я заказала растений сейчас не вспомню даже дед дело не в том что не вспомню а дело в том что некоторые виды нужно переводить определять по фотографиям где-то искать в интернете сходство в общем это очень долгая работа потому что переводе на корее из корейского они под такими смешными названиями я у даже выписала несколько чтобы вы со мной вместе посмеялись вот одно название то есть одно как бы предложение это подпись под их и вериями шея не звезда пакет покупок льда оранжевая обработка наверное деревня размер клиента лицо знак победы как поршень сейчас гринвическое авто файлы как мы катимся то черный разрушает черный разрушает это фрит айс причем совершенно не рядом фрит айс рыжа такая рыжа голубоватая хеверия там совершенно нет черного цвета не знаю чего такое название так естественная сила это сидеверия летицы одно тело бела дудлеевает гнома впитывание осадков это хеверия рейндропс капли дождя такая бородавчатая с кругляшками на кончика в листьях бабочка счастлива большой взрыв общительный но хороший одно тело натуральное картина маслом индийская бедность ну знаете можно перечислять до бесконечности это просто как на алиэкспресс когда заходишь и вот там переводчик переводит просто угораешь от этого перевода но то такая чушь вот на наш взгляд переводе на русский язык это реальная чушь вот так и там но их не выставлю же на продажу хеверия индийская бедность естественно нет значит нужно искать название соответствующее латинское название правильное название в общем я поработаю над этим и я думаю к тому моменту как они придут уже у меня будет все готово сейчас еще хотела сказать несколько слов о том вообще как как их и вере и скорее приживаются у нас как они адаптируются ну что я могу сказать я на многих сайтах читала что корейцы красят свои хеверии ну знаете я вот с этим не согласна может быть да кто-то балуется этим но в основном в основном они их там так воспитывают что это их реальная форма их реальный цвет и исчезает этот цвет исчезает этот цвет только при смене условий в которые они попадают корейцы в основном сажают свои хеверии в маленькие горшочки и не пересаживают их и вере несколько лет и за счет этого корни получают стресс и листья не знаю как это связано корни с листьями и листья становятся пухлыми то есть чем дольше у вас находится их и верия в бедном грунте в маленьком горшке тем она жирнее и мясистее вот какая-то взаимосвязь между этим есть они как бы ловили эту взаимосвязь и теперь используют это в агротехнике при выращивании хеверий очень часто когда мы получаем растения и скорее ну да они невероятно красивые некоторые сохраняют свой цвет сохраняют свою форму но некоторые ее теряют это от чего зависит зависит это естественно от условий от акклиматизации этого растения потому что растение привыкла к одним условиям а потом попадая уже в наши условия здесь и меньше солнца и не все понимают что нужен очень бедный грунт но как я посажу их и верю в камни до дека я сделаю побольше насыплю торфа чтобы она там жировала чтоб ей хорошо было на самом деле все с точностью до наоборот торфа по минимуму совершенно по минимуму даже можно его вообще не ложить можно торф заменить обычной землей огородно-садовой и дальше это где-то будет ну процентов 30 вот этой земли остальное только разрых разрыхлители и минимум подкормки вот тогда они будут яркими и в маленьких маленьких емкостях горшках вот смотрите вот это хиверия чихуахуэнсис сейчас пролезу сюда просто тут стол пододвинут открытое окно но я не такая худая чтобы протиснуться просочиться вот и чверия чихуахуэнсис вот смотрите у нее размер уже наверное сантиметров под 10 сидит она в горшке семерка я ее пересаживать не собираюсь ну я уже тысячу раз говорила почему по каким причинам потому что это пересадка в больший объем горшка стимулирует рост растения я не хочу чтобы они у меня росли большими потому что для больших растений нужно много места и вот она мне будет сидеть здесь и вот я заметила в том году она вот в это в время была не очень такая яркая в этом году она уже более компактная и более яркая но это наверное опять же зависит вот от грунта от бедности грунта потому что подкармливала я их в прошлом году всего лишь один раз и вот прошел год подкормки растения не видит но это как бы тоже своеобразный стресс нехватка минеральных веществ сказывается на окрасе растения так что еще показать ну вот это допустим эхиверия но это не кореец хотя похож да очень похож вообще очень красивое растение эхиверия здесь тройной гибрид я уже про него рассказывала в прошлых своих видео в одном из как нас каких-то видео вот то же самое растение 10 сантиметров где-то горшок семерка то же самое большая квартира ему не предусматривается и не грозит пусть он даже не мечтает о ней ну что касается адаптации корейских эхиверий вот эхиверия из прошлой моей корейской закупки вот той о которой я рассказывала эту эхиверию можно посмотреть в моем видео и сравнить вот с тем что сейчас есть вот видите она ну сейчас уже вечер уже темно становится уже солнца нет и цвета тусклые на самом деле она конечно поярче ну вот видно что она уже окрашивается что вот эти вот листики которые кверху задраты которые самые яркие это уже молодые листочки то есть это деточка но не деточка была она уже так была достаточно хорошая уже на годовалая вот она уже у меня заметно подросла хорошо принялась я отодрала от нее как от сердца три листа вот два из дали деток вот она одна но без корней это конечно тоже проблема потому что лист может погибнуть а детка останется в такой паре и шансов что она выживет будет очень мало потому что такая крохотуля корни не даст на может тоже засохнуть ну а вообще вот внешний вид у нее очень даже неплохой но причем цвет у нее совершенно не соответствует тому цвету который пришел и скорее она пришла кофта салатово наверное желтовато розоватого цвета но то есть примеси вот красно-голубых оттенков там даже и близко не было вот сейчас она начинает расти становится больше похож на колорату так но она нормально адаптировалась хотя кстати отсушивала несколько листьев прям стремительно потом резко прекратила их отсушивать мой там соседи гремят своими воротами кошмар так ну и вот перестала на их отсушивать и тронулась в рост сейчас еще ну он поставлю потом я вам сюда и уткну хотела рассказать вот об этой хивере этой хивере агавой досмария вот смотрите какая она редкая да на том видео обзор моей корейской закупки эту хивере я показывала по моему даже я не помню уже по моему я держала в руках она была очень большая очень большая с толстыми мясистыми листьями и такая она была похожа на шарик у меня она лежала но вернее но в грунте вот вот в этом грунте она у меня принималась давала корни но корни дала она у меня наверное где-то через месяц и когда дала корни когда корни уже начали проникать в грунт с ней начало твориться что-то страшное невероятное она начала отсушивать листья они начали у нее отгнивать прям из центра розетки не нижние листики вот как обычно отсушивают их и вере ноговой дня не вообще очень редко отсушивают а у этой начали листья отсыхать прям с центра розетки из середины вернее розетки то есть нижние остались а ряд который был вот здесь он весь отсох вот она такая однобокая получилась я думала все ей капут залила где залила там она наш хрустит земля слышите там вообще влаги по минимуму вот ну какой то вот видимо стресс все равно был может быть грунт вот я говорю у корейцев у корейцев один грунт все-таки растение это не детка растение было взрослое и она как бы когда пускала корни она думала что да сейчас меня посадят опять в мой родной грунт в корейский а тут бац я ее в смесь кирпичной крошки циолита перлита древесного угля песка вот и у нее конечно же наверное случился шок но почему-то эти листья середины начали отсыхать я не знаю кстати я много смотрела таких отзывов когда отсыхают листья середины смотрела девочки выкладывали фотографии тоже недоумевают почему так случается я ее вынула из земли проверила корни проверила ствол все там здорово все там нормальная но вот такой процесс был имел место быть и потом он прекратился к моей радости она опять начала расти вот и сейчас я на нее душу очень редко вчера я поливала всю свою коллекцию чуть-чуть я под нее покапала так чтобы корешки не засохли но основательно я ее полью только недели через две ничего страшного не случится пусть она посидит вот так и привыкнет но кстати листья у нее очень истончились были они у нее намного плотнее жирней вот но это же опять говорит о смене условий и об адаптации ну буду стараться я вообще сажал ее вот в этот горшок у меня не было горшков семерок вот сейчас я получила по почте эти горшки и все мне как-то нет времени начать пересаживать растение но некоторые растения вот эту я точно пересажу в меньший горшок ноут в такой в семерочку в белую вот потому что меньше горшок это значит больше стресса растению и соответственно больше красоты мы идем от противоположного так что еще показать о чем еще рассказать даже не знаю да что касается вот этой вот корейской моей закупки которая сейчас едет я постараюсь как они приедут постараюсь отснять ну и поставить отснять фотографии и постараюсь сделать краткий обзор на видео и выложить вот размещать буду их отдельными объявлениями и также буду их разбрасывать по тем объявлениям в которых у меня растения проданы поэтому но основная часть конечно будет в нескольких объявлениях наверное в трех или в двух посмотрю там по 10 штук на авито можно выкладывать по 10 растений кашлю меня не коронавирус со мной все хорошо просто кашляю вот ну и все это все что я хотела сказать по поводу этой корейской закупки это вот красава клавата окрашиваться начала на солнце ой что вообще резкости нет вечер вот так мы живем с моими растюхами это хиверия мини бель у кого есть давайте сравним как она выглядит у вас как она выглядит у меня сейчас конечно же она поменяла свой вид но все равно на симпатичная варигат на такая девочка беленькая а пришла на конечно сжатым комочком и листья были ну такие прожженные солнцем с красным оттенком с ярко-красным конечно она была красивее намного эффектней вот так она нежная а тогда она была такая дерзкая ну вот не знаю посмотрю что с ней будет мини бель в этот раз не будет я кидала ее в корзину но ее кто-то забрал не успела я ее купить если да если вот еще что я хотела сказать у кого-то если будут какие-то пожелания там на дальнейшую закупку у кого-то если есть какие-то хотелки вы мне напишите я уже соответственно вашим желанием буду делать заказ в следующий раз потому что ну я не знаю же чем народ дышит кто что любит заказывала на свой вкус вот вижу красавицы заказываю заказывала старалась красненькие яркие розовые розовенькие тоже все любят пахифитумы такие красивые придут в этот раз вообще поросятки такие цвет невероятный цвет где-то наверное будет да куда же то вот так цвет будет ну как вот этот пахифитум кстати этот черенок я большой продает этого пахифитума но те будут еще еще ярче еще розовей вот наверное вот такого какого-то плана как цветок ну что-то что-то среднее между вот этим цветом цветом цветоноса тахиверии и вот этим цветом но в общем красота едет офигенское это вот курочки у нас соседский тут петух это козел а не петух он не замолкает вот хоть запечатлю его когда-нибудь когда буду старой посмотрю кто мне мешал спать по утрам а да думаю что же я вот эту хиверию то сюда выставила вот янжин я заказала янжин по моему две или три головы приедет но у меня есть поэтому те будут на продажу но опять она намного краше чем вот сейчас снимает камера на какая тут оранжевая на самом деле она вишневого бордовая такая зелено зелено бордовые ой просочиться надо ну вот ну в любом цвете все равно она красивая что вообще нет резкости даже не знаю что случилось вот все пропадает наверное света меньше становится вечереет и все ну вот 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 ура ура вот такая вот красота едет 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 и скоро приедет ура 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 вот такая красота едет но тут она не красота сейчас цвета нет хивери вент сейчас попробую тоже ее взять так взяла ну во первых они у меня пыльные потому что ветра у нас ужасные все окно вот в пыли вот она уже адаптировалась дала корешки начала наращивать вот себе маленькую макушечку вот такие пузатики тоже будут едут спешат штуки четыре наверно едут вот были бородавки там очень красивый лингуаз рейндропс что еще но в основном да лингуаз рейндропс и варипага да по-моему было но они в закупке очень дорогие и соответственно будут в продаже дорогие поэтому я не знаю не решилась я их заказать это наверное я буду делать под заказ если кому-то нужны будут дорогие корейские красивые экземпляры такие огонь огонь бородавка на бородавке то говорите мне пишите и в следующий раз я учту ваши пожелания а так просто ну как бы они все равно продадутся потому что они пользуются спросом но дело в том что у меня нет места нет места это значит нужно кого-то потеснить и кто-то будет страдать без солнца вот этого я не хочу потому что мне моих не корейских и моих корейских адаптированных тоже жалко потому что я их всех люблю и всем хочу им дать место под солнцем и его все равно мало почему я не сделала полку шире вот вот так эта полка прибита к стене вот смотрите такими может быть мужьям покажете все спрашивают как у вас на улице содержится растение вот на таких штырях это полка но там соответственно тоже но на сварена каркас сварен а сюда положено железо вот ведь ржавая я его красила но проживела вот в этом году не красила в прошлом году красила вот не знаю сейчас краску купить негде я хотел заняться этим вопросом все закрыто так что наверное мы в этом году будем без краски ничего страшного на все равно закрыта горшками вот и вот такой каркас сварен и на вот вот здесь уголки вот здесь уголки с противоположной стороны уголки в общем с четырех сторон вот такие уголки как на стойках на эти уголки положен лист железа на той полке лист алюминий у меня лежит вот и потом уже ставится горшки так что это выход это на полку я ставлю и еще ставлю на отлив вот от окна вот это вот штука белая вот это которая создана для того чтобы дождь от окна отпружинивал отпружинивал сливался вниз вот на нее я тоже ставлю правда я чуть-чуть приподняла и туда подложила не знаю что по моему полиэтиленовой крышки уголь на выдумке хитра но чтобы растение не съезжали чтобы они более-менее стояли ровно ну вот так ну все что хотела я сказать я сказала вон моя фрося сидит фрося моя халюсенькая девочку ну все девочки всем спасибо за просмотр пока пока пока